наш эфир продолжает программа леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте ли он добрый день ну что начнем наверное с попыток демократов протащить закон легализующий нелегальные выборы летми по сути дела отмену выборов ну что-то в этом роде да значит час тому назад кат кат или кат камак это довольно молодая женщина представитель флориды флориды в конгрессе вышла из зала заседания и записала 9-минутное видео которое сейчас расходится помощью десантами ты что возможно даже миллионами а она рассказала о том что произошло вот буквально за минуту до того как она вышла из из зала и это это требует не только того чтобы мы знали об этом но и каких-то действий от нас дамы и господа и пожалуйста послушайте очень внимательно то что я говорю потому что потому что это это серьезная угроза тому как будет жить эта страна если этот закон будет при и так а как принимаются в америке законы вы знаете да я все равно все равно расскажу для тех кто может быть не понимает есть у нас две палаты конгресса сенат и палата представителей в обеих палатах вносятся сказать какие-то темы и допустим от вносится тема об изменении порядка и каким образом проводятся выборы в соединенных штатах америке одна палата голосует другая палата голосует у них там существует какие-то дебаты если они проголосовали за одно и то же то тогда этот законопроект идет президенту и президентом либо подписывать либо не подписывает данном случае конечно подпишет а если у них есть какие-то там по-другому немножко они какой-то текст написали или что-то там разное то создается бригада оттуда и отсюда из двух палат идет так называемый реконсилейшн и они приходят к тексту который оба обе палаты устраивают снова голосуют и теперь уже этот текст законченном виде идет к президенту который либо как я уже сказал подписывает либо не подписывает того значит у демократов закон о котором сейчас вам расскажу законопроект пока что уже прошел первую стадию и они передают ее на вторую стадию в сенат еще раз если будет тот же самый текст утвержден то прямо таскать направляется в сторону президента если будет из-за дебатов из-за каких-то замечаний там дополнение и прочее он изменил то или его примут стадана они садятся друг с другом и решают искать там какой текст годится для обеих палат а теперь к самому закону что это такое вот первое это закон запрещает законопроект запрещает штатам или любым таскать другим организациям единицам городам каунтис и прочее прочее требовать какие-то подтверждения о том что ты этот игра ты пришел голосовать то есть никакого так сказать а иди так называемого то есть удостоверение с вашей с вашей фотографии больше требовать никто не будет иметь право если этот закон будет при это первое значит то есть можно будет рассказываю видами словами посадить на автобус там скажем на автобусы там 35 сотен человек и прогнать их за день по 10 15 20 искать местам голосования где ли все строим заходят все голосуют никто не спрашивают и никто не такие и соответственно можешь вот таскать 500 тогда там спит на 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 стол да или там на 20 не важно у тебя сразу расставят огромные цифры которые значительно могут перевесить ту разницу между демократами и республиканцами которые в данном округе или в данном штате имеется это раз второе а закон разрешает а любой организации любому человеку которая зарегистрировала как организация которая помогает а проведению выборов честному там так сказать там справедливому и тому подобное приносить и сдавать в пункт голосования любое количество бюллетеней которые они американские называется harvest harvest то есть собрать собирание урожая вот они урожай могут приносить никто не спрашивает их откуда вы их взяли почему у вас так так много или мало почему они странные почему и такие почему 10 ки значит это называется просто помощью тем людям которым сложно голосовать например инвалиду которые против врач у нас есть много других способов как инвалиды могут голосовать значит в третьих он разрешает по почте голосовать любому человеку в любом количестве а скади никто не будет проверять действительно он голосует и голосует ли в одном месте или голосует в двадцати местах и того подобное то есть абсолютно и полный беспредел который с точки зрения демократов принесет интересные плоды а именно он позволит демократам удержать власть любое количество времени которое они захотят ее удерживать и последняя значит закон позволит я не знаю каких словах то там описано я читал одну из версий довольно давно и считал что она не может никак пройти но вот искать прошла закон позволит голосовать практически всем тем людям которые проживают на территории соединенных штатов америки не обращаем внимание на то они легалы они нелегалы они имеют право они не имеют права и тому подобное значит давайте посчитаем скажем в калифорнии по утверждению нашего губернатора калифорнийского как он будет проживает два и два десятых миллиона нелегальных иммигрантов он вызывает это он документ то есть то что они зашли легально ли на территорию сша и никого не волнует у них просто нет документов документов нет это значит по их утверждению по утверждению на самом деле всех других источников на тридцать девять и шесть десятых миллионов человек которые сейчас проживают на территории калифорнии имеется приблизительно а до двадцать шесть и восемь десятых процента из них рождены за границей то есть означает что они все нелегалы то есть из 39 с половиной миллионов 10 с половиной миллионов люди которые не родились на территории соединенных штатов америке вот по мнению кучи экспертов половина из этих людей пришли сюда нелегально есть способы считать их просто тщательно скрывают тщательно пытаются не дать вам но значит все таки получается не 2 и 2 миллиона от 5 миллионов человек калифорнии которые будут которым будет разрешено голосовать если они захотят конечно ну допустим половина из них детей а вот и получается что два с половиной миллиона человек могут пойти и за очень небольшое вознаграждение либо просто ибо обещают что-то там и тому подобное они пойдут голосовать за ту сторону за которую значит их организовать голосовать а мы знаем какая сторона организовывает голосование и того значит в совокупности все все это приведет к тому что штаты потеряют полностью потеряют свою независимость то есть то самое что называлась конституция соединенных штатов америки перестанет практически существовать страна становится полностью значит под управлением одной партии и происходит это в основном из-за того что из-за полного провала той политики которую они повели за год всего своего руководства безраздельного до конгрессе в сенате и в белом доме оголтелые их называют там демократическими этими самыми а социалистами да какие-то демократические социалисты чьи демократического нет просто социалисты и все социалисты как гитлер был социалистом национальный социалист как ленин был социалистом интернациональный социалист эти называют себя почему-то демократическими но они такие же точно социалисты никогда не уходят без крови из власти то есть у нас у нас У нас есть, что называется, последние возможности для того, чтобы это предотвратить. И возможности, они следующие. Как я сказал, Сенат является следующим шагом. И в Сенате, если посмотреть на поверхности, то у демократов не очень хорошие дела. У них 50 членов их партии, 50 республиканцев. И когда необходимо им провести какой-то закон, они призывают вице-президента, которого по закону, по конституции есть голос в Сенате. И таким образом у них становятся 51, на 50 они побеждают. И вот, для того, чтобы провести этот закон, у них нет на сегодняшний день голосов. В основном они не могут его провести, потому что есть такое понятие, как филибастер. Филибастер это придумано нашими отцами-основателями этого государства. Право партии, которые находятся в меньшинстве, не давать пройти законам, которые они очень настаивают, чтобы они не проходили. То есть, иными словами, американская конституция построена не как демократическая конституция, а как республиканская. Которая занимается тем, что она защищает меньшинство от тирании большинства. Если помните, Советский Союз был, так сказать, диктатурой пролетариата. Почему? Потому что они, значит, вот в тот момент какой-то захватили большинство. Даже не уверен, что пролетариата те люди, которые говорили, что они это такими не правят. Но, тем не менее, это была диктатура. Так вот, чтобы не возникла диктатура в Соединенных Штатах Америки, здесь многие очень вещи сделаны. Часть из них за 200 лет существования Соединенных Штатов Америки отменены бюрократии, поменены, сделаны так, чтобы было удобнее. То есть, всеми силами отменялась республика и проводилась демократия, которая в сущности является два волка и одна коза, решают честным голосованием, что съесть кого съесть на ужин. Я подозреваю, что честное голосование будет два волка против одной козы. Итого, для того, чтобы коза могла защищаться, есть этот филибастер. Значит, республиканцы всегда были за филибастер. Демократы во время Трампа пользовались им около 220 раз, для того, чтобы не пропустить что-то. Нам эта ошибка не нравилась, но никто на суть нашей демократии не пытался напасть. А демократы спокойно, совершенно, 220 раз использовав филибастер за время 4 года Трампа, они говорят, что филибастер – это самое ужасное, что есть для нашей демократии. Их интересует демократия, а не республика. Значит, на сегодняшний день, для того, чтобы филибастер отменить, им нужно иметь эти самые 51 голос. У них есть с этим проблема. Значит, два сенатора, Сенека от штата Аризона и от штата Вирджиния, второй сенатор, а они против того, чтобы отменяли филибастер. Но мы не знаем, может быть, им так что-то такое преподнесут, дадут, пообещают и тому подобное, что это, так сказать, глаза их закроет на то, что они продают родину. Как, собственно, продают 48 остальных демократических сенаторов. Второй кошмар может случиться, если демократы нашли уже или найдут еще возможность либо шантажировать, либо подкупить кого-то из республиканцев, которые, мол, все равно, так сказать, уже уходят, у них их время ушло, им нечего терять. Теперь там, так сказать, два десятка миллионов долларов или там, так сказать, там, 300 миллионов долларов, как когда-то Луизиану купил Обама и провел нам Обама Киар, да, если помните. Так вот, может быть, 300 миллионов, так сказать, когда речь идет о на всю жизнь остаться в правлении страны и никогда больше ничего не менять, то 300 миллионов можно потратить и на то, чтобы подкупить кого-то. Так вот, значит, если выдержат два сенатора у демократов, и если никаких два сенатора не придадут интересы своей родины, своей страны, нас с вами, из республиканцев, то тогда у них не пройдет отмена филибастера, и, соответственно, отмена не пройдет работа и принятие вот этого закона о голосовании. Не должна, по крайней мере. Значит, что мы с вами можем и обязаны делать? Каждый из вас, дамы и господа, как бы хорошо или плохо он не знал, английский язык не имеет значения. Идет на интернет, находит senat.gov, находит там свой штат, находит, кто два, какие два сенатора и как с ними общаться, выписывает их имейлы и выписывает их телефоны. Сначала составляет имейл и посылает сначала одному, потом другому сенатору, который говорит, я требую, чтобы вы голосовали нет по поводу отмены филибастера, я требую, чтобы вы голосовали нет по поводу закона изменения, каким образом у нас будут голосовать в Америке на всех выборах. И второе, после того, как вы это сделали, вы набираете телефон, вы звоните, да, в имейле обязательно напишите, мое имя такое-то, я живу там-то, по такому-то адресу, потому что, так сказать, сенатор принимать будет ваши голоса, если только вы относитесь к его юриспруденции. Теперь, когда вы звоните, обязательно дозвонитесь, поднимет трубку какой-то там 16-й помощник, не имеет значения, они для этого там и сидят. Вы бы скажите ему, я позвонил или я позвонила для того, чтобы высказать свое мнение по двум поводам. Вы записываете? Да, записываю. Меня зовут так-то, я живу в таком-то городе, по такому-то адресу, я, значит, флоридиан, или я там вирджиниан, или я калифорниан, и тому подобное. Значит, теперь первое, я требую, чтобы остановили отмены Филибаштора, я требую, чтобы остановили проход этого закона. И последнее. Вот мой номер телефона. Пожалуйста, мне нужен ответ. Вы записали, что мне нужен ответ? Вы записали мой номер телефона? Продиктуйте, пожалуйста. Вот после того, как это все произошло, вешайте трубку. Господа, нам нужно создать, и поверьте мне, сотни тысяч человек сейчас об этом говорят на интернете, по телефонам, по радио и тому подобное, потому что сейчас самое время отспять, выйти из спячки и немедленно этим заняться. А только эта передача закончится, пожалуйста, сделайте то, что я вас прошу. Это более чем важно. Спасибо, Сережа, за возможность довести это до нашей публики. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. Все-таки хотел уточнить, как вы думаете, есть ли среди республиканцев люди, которые проголосуют за... Ну, а мы знаем, что несколько республиканцев, они never-trumper. Что такое never-trumper? Это люди, которые решили, что эта фигура им почему-то не нравится, либо они боятся, или боятся, что их раскроют, либо что-то еще. И поэтому делают все для того, чтобы, не дай бог, не пришел к власти тот или те, кто может обнаружить, что они такой же часть болота, и все остальные. И поэтому за свою шкуру они будут готовы сделать, особенно если та сторона скажет, мы обнародуем то-то и то-то, вот, если ты, то, так сказать, вот, не знаю, не знаю, всегда находились, может и сейчас найдутся. Или это вопрос цены? Ну, опять, мы не знаем, скорее всего, если цена это комбинация между кнутом и пряником, да, то, скорее всего, это вопрос цены. Добрый день, пожалуйста, вы, Филин. Здравствуйте. Уважаемый Леон, вчера я ехала в машине и слушала консервативное радио, это там, где Марк Левин, у нас это 890 АМ, и там, ну, как бы, я не помню, что это было за передача, передавали, как бы, Силима подтверждала свое мнение, что она за Филибастер и, ну, как бы, мнение свое менять не собирается. Я вот только думаю, если она будет себя вести, так как наш Линзи Грэм, который кричал, что мы уйдем все и не будем голосовать, а потом проголосовал за, такое может быть? Или они будут искать брешь опять же в республиканцах, как вы сказали, подкупят кого-нибудь типа Ромни и перетянут на свою сторону? Вот что вы думаете? Ну, вы знаете, Силима такой же человек, как все остальные, так сказать, если у нее есть какое-то уязвимое место, то, конечно, по нему будут бить. Я очень надеюсь, что она делает это из принципиальных соображений, а не потому, что она там пытается торговаться и т.д. и т.п. Но, похоже, что по паре позиций мы должны молиться на нее и на всех тех, кто с нами. Я не знаю, вот мне кажется, что решившись на такой шаг пройти голосование в Конгрессе и передать его в Сенат, демократы могли тогда, когда они рассчитывают на то, что у них будет 51 голос. Ну, если честно, я бы тут поспорил, потому что Нижняя Палата приняла довольно много законопроектов, которые даже не ставились на голосование в Верхней Палате. А другое дело, если вдруг Шумер, Шумер же обещал, что он до 17-го числа поставит на голосование этот вопрос. Вот если он поставит, таки, да, на голосование, тут опять двояко можно рассмотреть. С одной стороны, можно предположить, что им удалось купить кого-то из республиканцев, а с другой стороны, Шумер боится, что его на праймарис будет, так сказать, высаживать Акася Кортес. И поэтому он готов, так сказать, все делать, лишь бы она его, так сказать, на праймарис не испытывала. Я хочу добавить еще один интересный момент к этому, Сережа, к этому, и я извиняюсь, что прервал, потому что это важно в рассуждениях. Дело в том, что в этом билл, то есть законопроекте, они взяли и соединили три разных законопроекта, даже кусок, который по НАСА был в проекте. И вот такое они ввели интересное новое правило, если его примут, естественно. Значит, все те дотации, все те, все то, что посылают кому-то на выборы от одного до двухсот долларов, то есть маленькие, государство, то есть мы с вами налогоплательщики, должны в восемь раз больше дать. То есть, если человек набрал тысячу долларов мелкими, так сказать, от своих же собственных друзей, не знаю, тысячу долларов, то государство, посмотрев на это, дает восемь тысяч долларов. Теперь Акатия Кортес набрала в свое время 22 миллиона долларов. 22 миллиона долларов. Значит, из них 19 миллионов было от одного до двухсот долларов. Теперь 19 миллионов, ну, 20 там, для легкости счета, да, умножь на восемь. У нее в руках оказывается 160 миллионов долларов, из которых 140 дали мы с вами ей на то, чтобы она вела выборы. То есть, вы себе представляете, что человек, который имеет для того, чтобы выбираться в округ или там куда-то еще, столько денег. Ну, наверное, он, скорее всего, выиграет. Понимаете, о чем идет речь? Да. Значит, то есть, дополнительно вот к этому есть еще момент, который демократы все время кричали много-много лет, уберите грязные деньги из выборов, да, уберите, уберите, уберите. Как только у них представилась возможность, они пытаются любым грязным образом затащить туда больше денег, потому что они считают, что они будут получать больше таких вот пожертвований или организовывать их, да. Очень легко ведь организовать там, так сказать, допустим, миллион человек пожертвовали, а потом им, так сказать, получили в 8 раз больше, им отдали. Правильно? Все равно получилась огромная сумма денег, а люди все счастливы и довольны, они получили, может, даже с процентами получат добра. Так что, вот, добавив это, да, может быть, вы и правы, говоря о том, что мадам, значит, EOC лелеет вот такую идею подсидеть Шумера, он уже достаточно непопулярен среди молодых, среди молодежи в партии, конечно, ему надо, что называется, когти рвать, конечно, ему надо пытаться каким-то образом выглядеть хорошо, но я все равно думаю, что провал выставления и провал это для него хуже, чем мне выставлять. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. говорите. Добрый день, меня зовут Алекс, да, и по поводу финансов, финансирования, финансирования выборов, вот такое дополнение. В общем-то, есть довольно-таки дополнения, потому что есть довольно легкие способы, так сказать, повлиять. Очень хорошо известно, что такие мейджор финансовые компании, например, как Vanguard, Chase, JP Morgan, они поддерживают демократов. И довольно легко, например, что хорошо, что у очень многих, допустим, те, у кого есть, допустим, 401k или IRA, допустим, Vanguard, довольно большая компания, или Chase, JP Morgan, очень легко перевести свои средства, допустим, свои 401k или IRA в другие финансовые институции, и когда, и тут речь идет о довольно больших рингах, особенно, когда 401k или IRA, и VALT, и когда, так сказать, переводить свои фанды в другие институции, не забывать указывать, что не согласен с политикой, например, Vanguard, или Chase, JP Morgan, или такого же, эти финансовые институции, которые поддерживают демократов, они хорошо известны, информацию очень легко найти, просто вот такое вот дополнение. А какие финансовые институты, в которые можно перевести, не поддерживают демократов? Ну, есть довольно много институтов, например, насколько я знаю, Morgan Stanley, у них по Палосе, у них Палосе, они нейтральные, они не поддерживают вот именно выборы, выборы, насколько я знаю, еще есть несколько мейджор финансовых институтов, например, хорошо известно, что Vanguard, Vanguard, известная mutual fund company, они очень сильно поддерживают, в 2020 году поддерживали демократов. То же самое вот у нас в Чикаго, это JP Morgan Chase, он очень сильно поддерживает демократов. Есть, например, очень, очень много банков, которые довольно нейтральны, которые мейджор банк. Ну, я не говорю про Bank of America или Citibank, они тоже, так сказать, довольно, но есть довольно много мейджор национал-банков, которые, так сказать, хотя бы нейтральны, хотя бы, так сказать, они не участвуют. Окей, окей, спасибо, спасибо большое. Хорошо, Сережа, давай мы уйдем до перерыва, потом поговорим про всякие другие дела. Договорились. Возвращаемся в программу «Голос здравого смысла». Леон Мейнштейн, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. И есть у нас вопросы, если не возражаете. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Вот у меня такой вопрос. Если не дай Боже, будут приняты эти правила, какими нельзя их назвать, правила, но, в общем, не правила, неправильные правила, то республиканские штаты обязаны будут подчиниться этому или нет? Спасибо, я послушаю по радио. Это правильный очень вопрос, интересный. Дело в том, что по конституции как бы могут, как бы нет, да, но у нас правовое государство, и поэтому для того, чтобы оспаривать что-то, надо идти в суд. А когда идешь в суд, это все не очень быстрое дело. Значит, я думаю, что немедленно республиканские штаты будут подавать в суды, будут пытаться судить и т.д. и т.п. Я не знаю, какие планы у демократов, есть серьезный вариант того, что это будет немножко затягиваться ими и приметь силу значительно ближе к выборам, чем сейчас, и тогда у республиканцев просто не будет времени на то, чтобы это останавливать. Я не знаю, честно, просто не знаю. Я не знаю стратегию ни той, ни другой стороны, и я не юрист, который знает вот все то, что вы хотите знать. Я просто пытаюсь с помощью здравого смысла разобраться в юридических вещах, которые не всегда, не всегда, честно говоря, получаются. Я думаю, что будет попытка предотвратить это, повернуть-то обратно, как вот сейчас, слава богу, с мандатом случилось, и, по крайней мере, на данный момент 80 с лишним миллионов человек не обязаны подчиняться работающих малых бизнесах, не обязаны подчиняться тому, что они обязаны делать прививки. Если не сделали прививки, то там, так сказать, всякие там наказания ведут за это, а не допущение на работу и тому подобное. Но, опять, мы не знаем, как быстро и как эффективно республиканцы смогут с этим бороться. Сейчас мы обязательно ответим на вопрос следующего радиослушателя. Я думаю, вы абсолютно правы. Во-первых, они это примут, штаты обязаны будут подчиниться этому закону, другое дело, что потом начнется судебная тяжба, попытаются вернее, но уже, коль скоро пройдут выборы по этим законам, вы знаете, как суд реагировал на, так сказать, просьбы на ходатайство, на иски по поводу выборов 2020 года, суды отказывались их рассматривать. Я думаю, что произойдет то же самое. Может быть, потом, после выборов, все-таки опять будут поданы иски и признают, хотя это действительно не конституционная мера, потому что в Конституции однозначно записано, что выборы организуют на своих в своих штатах и отвечают исключительно законодатели этого штата. У нас 50 государств, вот мы говорим, штаты, 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 и мы так воспринимают как типа республики, ничего подобного. У нас 50 государств, суверенных государств договорились о том, что они будут в союзе делать какие-то вещи вместе, какие-то раздельно. И вдруг власть, которая, так сказать, должна защищать границы, там, так сказать, ну там и т.д., делать вещи, международную политику вести, то есть делать вещи, которые не может вести каждый штат, вдруг она говорит так, а теперь я буду заниматься тем, что по нашему с вами конституционному договору занимаются штаты и не смеетесь, так сказать, пикать, иначе задают. Вот приблизительно что происходит. Это захват власти. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, спасибо за вашу передачу. Не хотелось с вами возразить по поводу вашего волнения. Во-первых, если даже примет этот закон, хотя они впервые, первое, что они должны принять, конечно, они должны лишить филибаса, как вы говорите, а потом принять закон по поводу выборов. Даже если закон это принимается по конституции, он неправомерный. И если штаты, несколько штатов, кажется, там, у них по правилам даже хотя бы до трех штатов выразят протест, они обращаются в Верховный суд. И уже было много случаев, когда Верховный суд считал незаконным, и эти все законы, как говорится, опротестовывались, они теряли силу. Так что не надо психовать по этому поводу. Это первое. Вы с одной стороны право, позвольте, пока я не забыл, о чем вы говорили. Даже если они признают неконституционным отмену филибастора, то, вернее так, если они признают неконституционным закон о выборах, так сказать, федерализацию выборов, но отмену филибастора, проголосуют за отмену филибастора, то значит, тогда они эти же законы смогут принять с какими-то поправками, там, простым большинством голосов. это не все так просто. И потом... Это не просто. Я бы хотел тоже вставить одно слово. Я извиняюсь, конечно, вы звоните на радио, а не сидите на кухне. И говорить слово «не психуйте» мне кажется немножко неправильным. в контексте. Извиняюсь, я не слышу вас. Вы начали с того, что вы стали так прямо... Вот, звоните туда-сюда. Ну, что мы можем решить? Вы позвоните туда. Ну, что дальше? Давайте я вам скажу тоже. Не психуйте. Мне с вами неинтересно разговаривать. Значит, у вас есть какие-то другие предложения, кроме как повлиять на своих, так сказать, представителей в Конгрессе. Можно сидеть на диване, можно вообще ничего не делать. Можно даже не ходить голосовать. Оно само не рассосется, как мы знаем. А поэтому я не понимаю, почему вы так реагируете на призыв к действию. Если бездействовать, то все будет вот так, как оно идет. Мы и так скатились уже к краю пропасти от того, что многие не ходили голосовать, от того, что позволили мошенничать на выборах. Окей, вы коснулись темы вакцинации и прочего еще. Плюс ко всему мы сегодня уже на эту тему говорили. Мне показалось или мне показалось, вы скажите, что правда начинает прорываться наружу относительно аферы этой, и даже масс-медиа начинает менять тон, даже вопросы во время пресс-конференции стали звучать такие, которые раньше не допускались нигде, не говоря уже, так сказать, во время пресс-конференции. Они вот в соцсетях, если какая-то информация, если кто-то делал перепост официального сообщения сиди, удалялась. Сейчас тон немножко сменился. Или мне показалось? Не знаю, у меня нет такого ощущения. Блогеры, которых я знаю и в Европе, и здесь, их точно так же, как только что-то такое, что Twitter, YouTube или там Facebook. Кстати, Facebook самый толерантный. Не знаю, что меня устраивает, то, что они делают. Но из этих троих, так сказать, Google, хозяин YouTube, значит, Google, Twitter и Facebook как бы меньше других злодствуют. Именно это меня подтолкнуло на такую мысль, потому что раньше удалялись малейшие намеки на иную точку зрения. Сейчас я смотрю достаточно много постов с противоположной точкой зрения. в Facebook. В Facebook и может быть. Но в Twitter и в YouTube к сожалению нет. И точно так же выкорчевывается любая точка зрения противоположная. Скажем, люди, известные врачи, крупные исследователи говорят о том, что не так страшна эпидемия, как ее малюют. Говорят, что от и от прививок и от других способов ограждения людей друг от друга. Пострадает значительно больше людей, чем те, которые страдают и могут пострадать и умереть или плохое состояние войти по поводу своего ковида. Любое утверждение любых специалистов по этому поводу немедленно снимается. Более того, немедленно снимается даже сообщение о том, что в Австралии стали платить какие-то суммы денег жертвам неудачных прививок. Я не знаю, что там за неудачные прививки, не знаю, точно компенсацию, но знаю, что в Австралии, несмотря на то, что она такая передово прогрессивная страна, что меня совершенно ошарашило, кстати. Тем не менее, там вели такое. Так вот, за это, за перепощивание этого сообщения YouTube нещадно снимает людей на неделю или вообще полностью уничтожает их странички. Да. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Леон, не могли бы вы как-то нам помочь в смысле того, что произнести по-английски как называется этот закон, который они пытаются подтолкнуть, и как лучше по-английски сказать, потому что вы нам сказали по-русски, ну, это как бы легче, потому что мы должны как грамотно сказать, чтобы с нами считались. Давайте мы сделаем следующее. Мы попросим Сергея и его людей после того, как эта передача будет закончена, поставить на YouTube под этим видео, ну, скажем, так сказать, вот вкратце как это называется и что нужно написать. Окей. Спасибо. Это будет значительно лучше, чем мне сейчас признать. Ну да, потому что мы сможем тогда увидеть. Сейчас достать его просто не могу. Хорошо. Спасибо большое. Вам спасибо. Добрый день. Слушаем. Здравствуйте. Как что позвонил товарищ и сказал, чтобы не волновались на то, что творят наши коммунисты-демократы. И я напомню о том, что во время, когда приняли закон об Абамакере, 26 штатов подали иск в Верховный суд против этого закона об Абамакере. Однако Верховный суд все же принял этот закон, и мы сейчас ослаждаемся ужасом Абамакера. Спасибо. Вот вы сказали по поводу судов и компенсации. Вот не менее миллиона долларов на каждого пострадавшего будет требоваться в качестве штрафных санкций, если судебный процесс будет успешным, заявил немецкий адвокат Рейнер Фулмих в эфире 10 января. Адвокат также подтвердил результат длительного расследования, благодаря которому выяснилось, что разные партии вакцин в разной степени дозировки содержат токсическое вещество, которое убивает. Одним из главных свидетелей процесса будет проходить Майк Иден, бывший вице-президент подразделения Файзер, который вместе с 50 юристами... и свистнул изначально. так что, хотя я не знаю, вообще-то их как бы освободили от ответственности наш Конгресс во всяком случае принят. Но преднамерен, но я, не могли освободить. Освободили от неизвестных последствий. Если выяснится, что они знали, какие последствия могут быть, на это индульгенция не работает. Ну, будем надеяться, что тогда... Они поклялись, что они не знают, просто не знают, и поэтому просят этой защиты, потому что они, пожалуйста, доставляют вакцины, но, как вы все знаете, они не проверяли их 5, 10, 15 лет, поэтому, господа, либо вы их принимаете, либо нет. Поэтому FDA привело это для emergency use, а не для... от нас это немножко там тихо скрывают, просто говорят, что разрешено FDA. На самом деле, это разрешено как emergency use, то есть в особо сложных случаях, когда как бы вот уже делать нечего, да, а у нас-то теперь делается как обязательное вакцинирование всем, включая детей. То есть, это просто смертельно, то, что... Я не имею в виду, что вакцины убивают, я не знаю. Я говорю, смертельно идиотически то, что они делают, есть только у них нет какой-то там своей идиотской идеи, либо много денег заработать, либо убить много народа. Я... Несколько дней тому назад у меня была беседа часовая с Михаилом Олеговичем Фаворовым. Это, наверное, самый известный российский эпидемиолог, как-то по-русски эпидемиолог, да, и он был, скажем, зам по науке института при ООН, который занимает институтом вакцин при ООН. Он был руководителем одного из региональных отделений CDC, это единственный из русскоговорящих людей, который, так сказать, в Москве учился, работал, он был директором института вирусов гепатита, он открыл новый какой-то вирус, крупный ученый. И вот, значит, он за вакцину, он за то, он за сё. Ну, понятно, он человек-винтик в этом большом, так сказать, механизме, но последние там пять минут нашего интервью я посвятил, так сказать, не мягким вопросам с рассказами, а довольно жестким вопросам, а его позицией. И вот, когда я ему сказал, скажите, пожалуйста, вот вы только что сказали, что вы двух своих внуков отвезли там возраста, по-моему, семь-девять лет, он сказал, отвезли и делать им вакцины. Скажите, пожалуйста, сколько детей умирает в Америке от этого? Он начал что-то такое и говорит, у меня есть точные данные и привел ему все данные. Расскажите, пожалуйста, сколько детей тяжело болеют? Он опять что-то начал говорить, я говорю, у меня есть все точные данные статистические, вот они. Вот теперь мы выяснили, что дети не умирают от этого, то есть умирают меньше, чем детей, которые тонут во время купания. Значит, вот для того, чтобы это не произошло, вы, ваших внуков, засунули вакцину, о которой мы не знаем, что с ними произойдет с детьми через 10-15 лет. На что он мне ответил совершенно гениальной фразой. Он сказал, вот когда что-то произойдет, тогда и будем думать. Вы понимаете, что я своих внуков, лично я своих внуков, на таких условиях никуда, ни на какое вакцинирование водить не буду. Мало того, ведь уже и Билл Гейтс во время интервью в Англии сказал, что, к сожалению, вакцины не работают так, как мы ожидали, они неэффективны, но вот мы будем идти другим путем, разработаем новую, более эффективную. Ну да, потом бустер, потом второй бустер, потом третий. Про бустер мы тоже очень интересно поговорили. Значит, я говорю, скажите, а бустер зачем? Он говорит, ну вот, дело в том, что после того, как вводишь вакцины, сначала очень много получается, значит, этих самых... Антител. Антител. Да, да. А потом они уменьшаются, я говорю, извините, но в девятом классе в советской школе, я говорю, у меня хорошая память, и я точно помню, что на уроке, который я тщательно пытался не слушать, но тем не менее я слушал краем уха, говорили о том, что когда, так сказать, идет реакция на болезнь, это может быть, на вакцину, или на пришедшую, так сказать, болезнь, не вакцинирование, а просто саму болезнь, то, так сказать, иммунная система взрывается количеством, так сказать, этих самых... как они называются? Антител. Да. Антител. А потом, когда, значит, закончилась борьба и победили, то их количество уменьшается до 15-20%, они переходят в другую форму и становятся спящими. То есть, иными словами, правильно, когда сначала идет взрыв, а потом идет снижение, потому что теперь сидит в засаде наша иммунная система и держит, так сказать, небольшое количество войск, и как только, так сказать, идет похожий, смежный, так сказать, или там чем-то напоминающий вирус, то она снова выбрасывает большие количества в кровь. Я говорю, что меня неправильно учили, вот тщательно ушел от этой темы. Да. А недавно выступил CEO Pfizer и тоже сказал, что первый и второй шаг нашей вакцины очень мало помогает, если вообще помогает от, так сказать, вируса. Но вот бустер, он более эффективный. Но он говорит, ничего, к марту месяца мы приготовим вакцину специальную против омикрона. То есть, уже как бы... А это зачем? Вообще непонятно, потому что вирус, он приспосабливается к человеку, ему надо не убивать человека, ему надо в нем жить, потому что он паразит. У нас и так живут там то ли 18, то ли 19 коронавирусов, и ничего не происходит. Этот новый, он бурно приживался. Но заметьте, каждая следующая мутация, она быстрее распространяется, и она менее опасна. Вот омикрон, скорее всего, это предпоследние, может быть, два от конца этого цикла, и, так сказать, уже несколько человек, в том числе и вот мой, мой, так сказать, Михаил Олегович, с которым я разговаривал, говорят, что следующая, скорее всего, волна придется на осень этого года, и будет она еще более пожарная, в смысле количества заболевших, но уже будет почти совсем типа насморк, там простудился чуть-чуть, там, так сказать, голова немножко поболела или что-то еще. То есть, вирус уже в нас приживается и побеждают те вирусы, которые лучше и быстрее забираются к нам в организм. Вот эти и победят, а те, которые были опасны и прочее, все, они умирают, они отмирают, у них нет, они убили своего носителя, человека, и больше некуда перемещаться, нечем питаться. А этот засел в нас и будет продолжать у любого здравомыслящего человека в этой ситуации должен возникнуть вопрос. Почему, если вакцина неэффективна, что признали уже те, кто зарабатывает на них миллиарды долларов, они это признали, она неэффективна. Почему правительство Соединенных Штатов, а из их подачи главы корпораций некоторые главы небольших предприятий настаивают на том, чтобы люди укололись или потому, что это как бы в отместку, вот я укололся и чтобы сволочи все укололись. То есть, ну где логика? Где логика вот в этой ситуации? Если уже признали, что она неэффективна, какого хрена? Сережа, ну такое количество там денег сидит и такое количество власти у политиков и такое количество денег у политиков, которые кикбеками получают там и тому подобное, что они распрощаться с ней не могут. Значит, заставить людей, которые переболели, у которых уже своя иммунная система работает, теперь еще раз это переживать для того, чтобы просто заработать денег, это же полный абсурд и полный бред. Но видишь, до чего мы дошли. Когда государство получает слишком много силы, то получается государство большое, человек маленький. Когда это корпорации, как бы, у корпорации меня заставят, ничего не заставят. Корпорация не может прийти к тебе выпустить закон и заставить тебя. Корпорация может сказать, приходи ко мне, у меня самое лучшее по самой дешевой цене. Могут тебя обмануть. Но приходит другой и говорит, нет, у меня лучше, у меня дешевле, и тому подобное. А третий кричит, о, он врет, он врет, вот почему. Значит, кто как государство, чиновники, аппарат политический вмешиваются в это, это и называется узурпация власти. Из власти они уходить не хотят. Они знают, что их, если разбираться, могут посадить по тюрьмам. Это, как мы, извиняюсь, в России, да? Вот, так сказать, уходит вот Путин в отставку и что-то начинается сразу же. Огромное количество людей хотят получить те деньги, которые он и его клика разворовал, а кроме того, огромное количество людей, которые обижены, будут пытаться его судить. И, может быть, поймают, засудят, или, знаю, что еще сделают, да? Поэтому он будет пытаться всячески не уходить из власти. То же самое, чем больше руки в крови у наших демократов, тем меньше вероятности того, что они спокойно дадут власти перейти в чужие руки. Господа, я должен на этом распрощаться. Я прошу прощения, я должен убежать на 4 минуты раньше. Огромное спасибо, Сережа, извиняюсь, что так резко убегаю, но просто необходимо. Ну что ж, если есть необходимость, бывает, бывает. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова